С наступлением тепла рыбаки, в том числе и юные, направляются к водоемам, вблизи которых проходят воздушные линии электропередачи. А как известно, в их распоряжении сейчас бесчисленное количество снастей, в том числе удилища длиной от 4 до 12 метров. Если такую удочку поднять вверх под воздушной линией электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжением. Отсутствие культуры энергопотребления, игнорирование запрещающих и предупреждающих знаков по электро- и теплотравматизму. Наш менталитет, люди привыкли рассчитывать на авось. И вот именно эта авось приводит к печальным последствиям. В 2022 году произошло 4 несчастных случая от поражения людей электрическим током при осуществлении рыбной ловли. Особенно трагично, когда в результате несчастных случаев страдают дети. Так, в Ляховичском районе подросток вместе с дедушкой ловил рыбу на мелиоративном канале, который пересекает воздушная линия электропередачи 10 кВт. Во время ловли рыбы подросток приблизил удилище на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии, попал под напряжение и погиб. Уважаемые граждане, организуя доступ на природе, помните сами о правилах электробезопасности и расскажите о них своим детям. Вблизи воздушных линий электропередачи запрещается располагать места для отдыха, устанавливать палатки, разжигать костры, осуществлять рыбную ловлю, играть в спортивные игры, запускать воздушных змей, квадрокоптеры и другие летательные аппараты. Что касается детей, то с приходом каникул у них появляется много свободного времени для уличных игр и прогулок. Находясь без присмотра, подростки порой выбирают для развлечений самые неподходящие, без преувеличения смертельно опасные места. Игры вблизи опор, линии электропередачи, подстанции, трансформаторных устройств, которые могут привести к непоправимой беде. Несчастье можно предотвратить, надо лишь быть внимательнее к детям и каждый раз разъяснять и напоминать правила безопасности. Несчастные случаи, которые, к сожалению, еще происходят со школьниками – результат отсутствия знаний правил по теплобезопасности. Поэтому в целях личной безопасности запрещается спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы, каналы. Спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, где ведутся работы по перекладке либо ремонту тепловых сетей. Приближаться к промоинам, образовавшихся в местах порывов трубопроводов ближе, чем на 5 метров. Прикасаться к трубопроводам пара и горящей воды. Ходить по трубопроводам, конструкциями перекрытия. Перелазить через трубопроводы надземной прокладки в местах, не оборудованных переходными мостиками. Крутить задвижки, вентили и краны на любых трубопроводах. Проникать в помещения центральных тепловых пунктов. Приближаться к местам, где ведутся работы по ремонту тепловых сетей и проводятся сварочные работы. Энергогазинспекция Брестского межрайонного отделения госэнергонадзора напоминает, что любой вид энергии при неправильном ее использовании таит в себе потенциальную опасность, а потому при эксплуатации оборудования необходимо проявлять осмотрительность и осторожность.